Друзья, есть ли разница между клиентами и предпочтениями клиентов салонов красоты мужчин, то есть мужских, соответственно, предпочтений между клиентами женщинами, женских предпочтений? Так вот, на самом деле, я определил, есть определенная четкая закономерность. Конечно, все индивидуально, я вас прекрасно понимаю, что все всегда индивидуально, но большая часть все-таки клиентов женщин, практически подавляющие, которые ходят в салоны красоты, соответственно, либо к мастерам, частным мастерам, имеют жесткую психологическую привязку, им обязательно нужен свой личный мастер. А вот у клиентов, соответственно, мужчин нет такой сильной психологической зависимости или привязки, то есть, получается, клиенту мужчине не обязательно нужен свой мастер. Ему самое главное, чтобы было место удобное, комфортное, классное, куда он может сходить, соответственно, подстричься, ну, к примеру, если мы говорим про срижку, и удовлетворить свои потребности. Так вот, в этом определенном аспекте необходимо помнить и работать, включая все определенные моменты сервиса. Ну, например, если у вас есть необходимость кого-то передвинуть в записи, то лучше возьмите и передвиньте мужчину, нежели вы возьмете и передвините девушку, потому что обиды, соответственно, у клиент девушек намного выше будет. Как же так, меня передвинули, вот я была записана, ну, ведь понимаете, у них обиды идет прямо непосредственно на самого мастера. У клиентов мужчин меньше определенной степени обиды, меньшей степени злости могут возникнуть, определенные дискомфорты. Они абсолютно реально, в большинстве случаев, относятся к тому, что их, допустим, взяли там, ну и передвинули, если, конечно, это, конечно, не происходит постоянно и систематически. Так вот, при работе, соответственно, с клиентами девушками больше внимания необходимо уделять индивидуальному подходу к ним. То есть, они должны ощущать, как будто вы их единственный мастер, и они ваши единственные клиенты. Вот это безумно важно при работе, соответственно, женской аудитории для мастеров. А если это клиенты мужчины, они любят в общем, да, комфорт. То есть, им нужна определенная такая общность, соответственно, вас, салона, то есть, вся атмосфера для них будет намного более важна. Вот почему, наверное, барбершопы, да, в свое время определенный бум получили популярности, потому что мужчины, клиенты почувствовали определенную общность, то есть, такой коллектив. Знаете, как раньше мужская категория, соответственно, населения все время собиралась по определенным кружкам, клубам, соответственно, кружкам по интересам и так далее и тому подобное. Так вот, зная определенную психологию мужчин и женщин, вы будете успешно справляться с предоставлением пятизвездочного сервиса. И что еще безумно важно? Каждый мастер, вот я считаю, что каждый мастер должен иметь как можно больше клиентов мужчин. Даже, наверное, не то, что мастер, а сам салон красоты, да, должен иметь как можно больше клиентов мужчин, потому что они крайне консервативные, они действительно имеют сильную привязку непосредственно к месту. Поэтому определенный показатель успеха некоторых салонов красоты может быть как раз таки посчитан, исходя из того, сколько клиентов мужчин в этот салон красоты ходит. Потому что, если мастер уходит из салона красоты, по большей степени за этим мастером уйдет именно женская аудитория, а мужская аудитория останется там, куда она и ходила. Применяйте, работайте, улучшайте свой пятизвездочный сервис и до новых встреч. С вами был Роман Тырсин, бизнес-тренер в индустрии красоты, ведущий своего YouTube-канала. И, кстати, я недавно основал свою онлайн-школу, на базе которой вы тоже можете обучаться. Замечательный продукт – коробка сервиса, которая тоже вам поможет в продвижении себя как мастера, соответственно, либо вашего салона красоты. Пишите мне в директ, либо на email info-boom-beauty.ru. До новых встреч!